От Душанбе через Петропавловск, Грозный и Ростов. Южное направление авто-мото-пробега включает более 30 городов. И вот 8 июня участники Победы без границ приехали в Орел. Большинство городов уже встретили участников эстафеты. Всего Победа без границ включает проезд по трем направлениям – Южному, Северному и Западному. Завершится все в Бресте 22 июня. В Орле гостей встретили торжественным митингом. Как говорят организаторы, их цель – не масштабный проезд многотысячной колонной, а эстафета, которая свяжет героические города. Сейчас мы к вам прибыли из города Курска, который нас очень хорошо принял. И сказал, что сейчас вы едете в Орел, вас обязательно встретят замечательно. И так оно и произошло. Мы очень рады, что мы у вас. Программу в каждом городе они формируют, советуясь с местными. И даже имея в запасе совсем мало времени, в Орле можно увидеть многое. Конечно, очень хорошо, что они посетили город Орел. В год 75-летия освобождения Орловской области Орла от немецких захватчиков. И, конечно, сейчас им обязательно нужно посетить наш музей-диораму. Посетить обязательно, я бы на их месте посетил, Кривцовский мемориал. Это самое крупное воинское захоронение на территории Орловской области. И мемориал в деревне Яжи-Заверх. Оттуда тоже 12 июня началось советское наступление в начале операции Кутузов. Но не только военная история городов важна для участников акции. Мы снимаем документальные фильмы. Потому что у нас задача не просто проехать по местам боевой славы и тыла, где ковалась победа, а снять, чем сейчас живут города. Какие есть мысли, какие есть возможности. Алена Касаткина, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.